Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Ой, бомбит сейчас всех тех, кто думал, что я уехал, спрятался от призыва и всего тому подобное. Нет, ребят, я повторяю, люблю свою родину, придет повестка, пойдем служить и защищать. И не сомневайтесь, никуда бежать не собираюсь, потому что это в моем сердце навсегда. Россия, Витязева, Анапа, наша земля. Итак, дорогие друзья, мы находимся на Джимате, рядышком с нами ЖК Пионерский имеется. Райончик называется Солнышко или Азос, или Ромашка, магазин Ромашка назывался, точно помню. С правой стороны от меня находится Эллада, с левой стороны, как я сказал, это Джика. Туда дальше находится аквапарк, который на Джимате, и парк аттракционов, и также джиматинский проезд к морю. На календаре 1 октября 2022 года. 1 октября 29 градусов, дорогие друзья, это на солнце. В тени где-то градусов 25. Какое будет море, мы с вами посмотрим. Сейчас не работает пропускной пункт, хотя он вне закона, и администрация попустительствует тем, что разрешает перекрывать проходы к морю. Честно, надо призывать всех к ответственности, потому что, ну, это прям, если у тебя есть бумажка, ты не какашка, а так проехать не сможете, не пускает. В общем, проезд должен быть свободный для всех, так как это муниципальные территории. С левой стороны есть платная стоянка, на которой можно припарковаться, если вдруг вы хотите поставить маршруту под охрану и доехать туда практически до пляжа. Я как-то раз там парковался. Приехать сюда можно 128 маршрутка, 114 и, по-моему, 110. Если есть какие-то еще доп. маршруты, пишите. Сходить на пляж здесь довольно-таки интересно, потому что место не очень многолюдное. И там есть такие, если особенно в левую сторону пройти, свободные просторы для отдыха возле Голубого Пирса. Я могу посоветовать, потому что там очень часто приходят дельфины, особенно летом. И в прошлом году я сам снимал, в этом году, к сожалению, я, по-моему, в первый раз иду на этот пляж. Приятного просмотра. Надеюсь на лайк, вашу подписку. Сегодня мы будем летать. Отдыхающие у нас вот в таких нарядах ходят. Честно, жарковато даже мне вот в моей маечке. Арочная конструкция. Это привет от нашего мэра Юрия Полякова. Ну, и здесь с левой стороны дорога, с правой стороны пешеходная зона. Пройти можно абсолютно свобода. Не хватает на этом проходе жутко просто лавочек. Так, деревья есть. Есть солнечные моменты, отдыхающие есть. И впереди вот уже я вижу море. Ну, крайне короткая дорожка, даже если вы приедете сюда не на машине, а пешочком. И кармашков для парковки машин тут тоже предостаточно. Но если будет здесь стоять машина, то она там не заплатит деньги на парковке. Эх, беда. Как вас зовут? Наталья. Наталья, вы откуда у нас? Из Нижнего Новгорода. Вы приехали сейчас на отдых? Нет, я здесь живу. Я здесь кладшок. А где? На санаторном. Как вам здесь сейчас? Ой, вообще шикарно. Погода радует? Угу. Есть сейчас? Вот у меня градусник показывает 28 градусов. Нам воздух? Да. Ну, наверное, есть. И вода теплая. Теплое море? Да. Спасибо, что смотрите. Вам хорошей жизни у нас. Вот так вот. Приятно встретить наших подписчиц даже здесь. Наталья, спасибо, что смотрите. Птички поют. Цветочки цветут. Красота. Сегодня с утра вышел. У меня такие розы там под окнами в ЖК расцвели. Прямо настолько это красиво и прекрасно, что не смог не поделиться в Телеграм. Друзья, а вы уже подписались на наш Телеграм-канал? Мориоз добавляйтесь. Таши, наша группа ВКонтакте, Сиос, буду рад вас везде видеть от души. Жду вас. Здесь мы выходим. Есть место, где купить, перекусить. Разные плавсредства продают. И отель Ламелия находится. Кстати, он уже в то время построен на красной линии. Это прям печально. Ну, хотя тут, видите, все дальше, дальше, дальше вылезают на наши дюны, к сожалению. Можно пройти по прямой, дорогие мои, и выйти сразу через дюны к пляжу. Ну, пойдем сюда, вот, на левую сторону. Посмотрим, как здесь. Отсюда начинаются пешеходные зоны. Здесь транспортным средством, то есть делать уже нечего. Как я и говорил, с левой стороны, это Лада. У них там огромные бассейны. Я надеюсь, если мы взлетим, вы все это сверху увидите. Дальше у нас находится инновационный пол из Эра. Здесь уже точки торговые позакрывались. Летом, видите, здесь тротуар проложен. Ну, и самые любимые мои дюны. Здесь они тоже довольно-таки высокие. Будем надеяться, что сохранятся. Потому что с той стороны есть уже часть несенных дюн. К большому сожалению, Аджимуте, это золотые россыпи. Как раз-таки, вот этого нашего превосходного морского песочка. Вот он, аромат моря. Кстати, смотрите, здесь пляж еще не убрали. Это Каладе относится. По у нас правой стороны сбок пляж, золотые пески. Вот люди прогуливаются. Мама, сыночек, почти гуляет по дюнам. Великолепно. Здравствуй, море. Здравствуй, удовольствие. Ветер довольно-таки приличный, но еще тихий. Сегодня он дует 4-5 метров в секунду. Немного юго-восточек. Мы ждем, друзья, завтрашнего включения и пойдем кататься. Нет, золотые пески вот, с правой стороны. Ну, что там уже хайл фон находится. Вот так вот наши финансы охраняются, ребята. То есть под пристальным контролем. И подходим к пляжу. Да ну нафиг. Короче, тут водоросли выкинуло. Здесь инфраструктуру, развлечения уже поубирали. Что-то я хотел прийти на чистое море, приехать, вам показать. Сейчас будет такая небольшая прям антирекламная компания, что ли. Обидненько будет, если так. Ну хотя вот туда левее, вроде бы море почище, можно будет искупаться. Да, точно, смотрите, крокодилы. Ну, либо ориентируясь в ту сторону. Смотрите, золотых песков пляж кончается. Там огромная свободная территория, на которой можно будет спокойно отдыхать и никому не мешать. Есть люди, у нас, в принципе, пришли, наверное, больше позагорать. Офигеть, сколько народу на пляжах Джимате. Их мы тоже посмотрим. Пролетим над ними. Вот это да. Возле моря температура воздуха 26. Это говорит о том, что пригнала теплую водичку. Сейчас море нас порадует. Ну, после, конечно, именно песочка, водичка прохладненькая. Пока мы будем замирать температуру, мы предлагаем полетать. То есть, папа пошел с дочью купаться, регионы стоит, ищет возле берега морского от водички. Мы там большое количество водоросли повыкидывали. К нему сейчас тоже подойдем. А сейчас полетели. Субтитры добавил DimaTorzok 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 просто великолепный результат. Это очень интересно, у нас это золотые пески Сбербанк, с правой стороны налоговая служба, то есть рядышком находится даже на пляже. Ну и смотрите вот эти вот водоросли. Странно, что Сбербанк не чистит пляжи для своих отдыхающих, прям выглядит это очень печально. И обратите внимание сколько туда дальше народища находится именно на Джимоте. Висят красные флаги, может поэтому не заморачиваются, хотя в принципе какой-то опасности сейчас на море я не наблюдаю, то есть можно в принципе спокойно купаться и наслаждаться, получая максимум удовольствия от всех этих моментов, дорогие мои. Теперь скажем спасибо всем, кто с нами сегодня прогуливался, наслаждался, получал удовольствие по максимуму от летней анамской погоды в октябре. Это прям очень круто. Обычно все купаются где-то до середины октября, в этом году сентябрь был такой немножко пакостный, я бы его назвал, потому что погода портилась, погода не мешала наслаждаться летним отдыхом. Конечно, хотелось бы записываться именно на фоне чистого моря, но пускай будет так. Море заслали пришельцы. Ну точнее это в принципе здесь пластика нет, это водоросль из каменных пляжей, это даже не камка. Вот только не хватило техники, чтобы навести порядок на пляже. А за это тоже надо отвечать, потому что пляжи должны убираться. Всем пока-пока, с вами был Юрий Здоровский, дорогие друзья. Пускай наши финансы, которые выделяются на обувки пляжа, тратятся именно в нужном направлении. До побачивания.